здравствуйте ирина открыла ваш файл и отвечаю на вопросы первый вопрос который вы мне задавали это как рисовать нить но имеется ввиду должна быть линия которая имеет эффект визуальный как будто бы это крученая ниточка то есть изначально мы с вами говорим про линию один из способов рисунка то что сделали вы это брать элемент его копировать многократно и за счет этого получает иллюзию нити работать с этим неудобно как вы уже отметили потому что нужно каждый раз копировать элемент хорошо когда ниточка идет по прямой а если она каким-то образом изгибается то начинается пляска с бомбом для того чтобы каждый элементе перевернуть состыковать его немножечко видоизменить это неудобно в adobe иллюстратор есть такая функция как создание своих авторских кистей я вам про это рассказывала мы не углублялись в это слишком глубоко потому что это уже следующий уровень но вы это знаете можете пересмотреть урок по кистям а я вам сейчас покажу как это можно сделать смотрите вот она ваша линия я разгруппирую то есть она состоит из отдельных элементов то что вы сделали из отдельных маленьких линий желательно все-таки рисовать по элементам соответственно как и с заливками нам нужен рапорт то есть кусочек который будет многократно повторяться и будет создавать из себя линию вы выбираете прямоугольник рисуете в нем ту форму которую вы хотите рекомендую сразу в прямоугольнике рисовать это вам очень сильно облегчит жизнь то есть вы рисуете попадаете обязательно от края в край это очень принципиально ваши линии они должны быть прям вот от края в край в противном случае вы будете иметь очень неприятные и некрасивые интервалы вот такая штучка у нас с вами получается потом вот эти можно выбрать две линии сказать соединим них пожалуйста в элемент и еще раз соединить вот у нас получился элемент который может послужить соответственно звеном наши с вами ниточки но как вы опять видите его нужно многократно размножать это неудобно я его размножу всего три раза и для того чтобы из него создать кисть и поверну его по горизонтали кисти создаются слева направо то есть не по вертикали а слева направо данный элемент должен располагаться который будет многократно повторяться я ее располагаю и теперь мне нужно из нее визуально вычленить так называемый раппорт от этой точки до этой точки видите они повторяются от этой точки и до этой точки то есть это кусочек который я могу многократно повторить и получить такую картинку я нарисовала сверху прямоугольник обозначающий раппорт теперь я беру этот прямоугольник отменяя у него заливку и отменяя у него цвет обводки нажимаю правой кнопочкой мыши и отправляю его на самый задний план это принципиально он должен у меня быть без заливок и лежать на самом заднем плане выбираю у меня должно в выделение попасть два элемента которые находятся сверху или три или четыре или пять зависимости от того сколько попало и непосредственно сам прямоугольничек теперь вы его берете и перетаскиваете в панель кисти прям просто выбираете эти элементы и тащите создать узорчатую кисть говорите окей вот вам программа уже рисуют что-то похожее плюс ко всему у нее вот здесь вот есть возможность выбора уголков как бы вы хотели чтобы она рисовала уголки здесь однозначного ответа нету какой будет лучше посмотрите какой на ваш взгляд будет более актуально будет лучше смотреться тот и выбираете после этого нажимаете окей вот у вас создалась данная кисть то есть теперь рисуя любую линию пером карандашом или любым другим инструментом вы сможете применить к ней данную кисть и поскольку мы с вами задали уголок видите программа автоматически их сгибает и разгибает плюс ко всему вы можете изменять у нее толщину она может быть толще она может быть тоньше и по поводу цвета вы меня спрашивали с цветом здесь будет слегка сложнее цвет нужно менять в оригинальном образце вы берете свой образец можете выбрать только цвет контура например и сказать чтобы хочу чтобы цвет контура был к примеру синим опять выбираете все вместе тащите в кисти узорчатая кисть окей выбираете как она будет стыковаться говорите хорошо вот она у вас появилась то есть теперь взяв вашу линию вы можете ей дать контур точно так же если вы хотите чтобы у вас был цвет именно внутри как я понимаю вам нужно чтобы был нарисован контур и было нарисовано кручение нити а сама нить имела какой-либо цвет тогда вы выбираете объекты и выбираете цвет заливки данного объекта это еще один момент почему важно рисовать не как вы нарисовали линиями да а именно замкнутыми объектами adobe illustrator вот это очень тонкая такая грань которая требует внимания вы залили опять все выбираете объект который у нас находился прямоугольный сзади он остается бесцветным и находится сзади опять перетаскиваете говорите узорчатая кисть хорошо проверяете настройки говорить окей вот она появилась и теперь вот она моя ниточка она стала внутри красная и остался черный у нее контур есть не могу точно так же поступать и например ее делать толще и тоньше и как-либо вида изменять как нарисовать я показала будьте аккуратны очень очень аккуратно нужно рисовать рапорт чтобы он был правильным противном случае у вас будут очень неприятные интервалы зазоры и прочая некрасивая вещь я нарисовал как я вижу например включенную ниточку можете нарисовать ее по-другому она не обязательно должна быть такая ровненькая она может быть как свистончиками это на ваше личное дизайнерское усмотрение залить можно соответственно можно цвет контуры и поменять ну как бы того что прорисованы элементики можно поменять цвет внутри можно и то и другое опять же это про вас а вот про ваш вопрос иголочкой я делаю вывод что все-таки с кольцами вы до конца не разобрались вспоминайте было такое у нас задание она называлась олимпийские кольца и там вам их нужно было переплести так вот вместо того чтобы смотреть по интернету надо было еще раз его сделать еще раз его сделать у вас есть иголка иголка и это у нас с вами два объекта вот я ее скопирую соответственно для того чтобы сделать интервал его надо просто вырезать оттуда вы должны пометить тот фрагмент который вы хотите вырезать и попросить программу применить то что мы с вами отрабатывали я не просто так вам говорила что олимпийские кольца это супер важное задание которое помогает выявить алгоритмы программы и теперь я получила иголочку и теперь я могу ее вставить на ваше изображение и получить ту красоту которая мне нужна вот ощущение что она у меня вколота точно так же я буду вдевать в иголку нить то есть я сделаю раз я ее приближу и я нарисую нить двумя фрагментами вам нужно понять то что то что вы рисуете это что у вас будет реально физически это разные вещи вы должны рисовать согласно тому что вам говорит программа то есть вы нарисовали кусочек вы залили очень толстый ничего страшного сейчас мы подстроим и вот у меня ниточка входит в иголку соответственно я ее подстраиваю как она входит здесь еще такой момент я его тоже упоминала есть панель обработка и где начинается у нас линия вот это как раз сюда ведь она я ее сместила она будет начинаться с правильной точки настраиваю нужную толщину могу написать сколько мне надо то есть еще потоньше сдвигаю вдеваю ее пушка если не получается четко еще приближаете еще сдвигаете вы рисуете картинку вы не физическую нитку вставляете физическую иголку вам нужен визуальный эффект а не то как это происходит у вас в реале и опять отсюда сюда как она вас там должна каким виточком лечь это уже ваше как бы право еще один такой момент вы можете выделить объект взять инструмент пипетка и навести это срабатывает только заливками с кистью не срабатывает так 01 да еще раз обработку и еще раз сейчас я ее поправлю если чувствуете что здесь что-то не стыкуется вы приближаете максимально чтобы понимать что происходит если нужно меняете цвет слоя как в данном случае потому что красный на красным не видно от слова совсем вот я получила точечку теперь я возьму добавлю еще одну и вот эту точку буду немножечко двигать для того чтобы получить правильное направление линии соответственно я добьюсь нужного визуального эффекта и на этом успокоюсь плюс adobe иллюстратор вы можете максимально приблизить максимально удалить а можете взять выбрать и сказать а знаешь что ты идешь на заднем плане приблизить совместить и получить вот такой эффект поэтому еще раз попробуйте это все сделать если есть время возможности желания берете олимпийские кольца еще раз их делаете вот их и реальное применение возможно они не совсем швейные они не совсем про вот нитка с иголкой но они вам дают основу и понимание как накладываются объекты как их вырезать и как с ними работать соответственно как в деть иголочку ткань вы теперь знаете я надеюсь что я ответила на все вопросы если появятся новые пожалуйста их задавайте а на сегодня все пока пока